Мудрый человек требует всего только от себя, ничтожный же человек требует всего от других. Приветствую вас прекрасные шипы акации, с вами Федорович, а в этом видео я вам расскажу про легендарного бойца, который провел большинство своих поединков в качестве андердога и не страшился выйти в ринг против соперников в два раза выше или тяжелее чем он, за что получил прозвище убийца гигантов. Икухиса Минова, легендарный боец для японских любителей единоборств, который при росте в 175 см и весом всего 85 кг, выходил в ринг против настоящих гигантов, которые были тяжелее на 50, а иногда и на 100 кг. Но что более важно, были выше на несколько десятков сантиметров, что дает невероятное преимущество в бою за счет длинных конечностей. Убийца гигантов выступал в таких организациях, как UFC, Панкрейс, Дрим и, конечно же, Прайд, где и произошел расцвет его славы. Всего Минова провел 110 поединков, 62 из которых выиграл, при этом не посещая больницу, как завсегдатая бабка с газетой. Казалось бы, не слишком яркий рекорд, но нужно учитывать, что в большинстве поединков он был андердогом и дрался или с лучшими, или с самыми огромными бойцами своего времени, в числе которых были Айвелл, Крокоп, Дон Фрай, Гигант Сильва, Корейская Годзилла и много других. В общем-то, на такие поединки мы и посмотрим. Для студента лекция не эрекция, можно и отложить, а вот для бойца поединок отложить нельзя. Даже когда выйдя в ринг, ты видишь перед собой противника в три раза шире. 26 августа 2006 года. Япония. Турнир Прайд Бушидо 12. Соперник Эрик Эш по прозвищу Батербин, про которого я, кстати, делал видео. Неопытному зрителю, который случайно бы увидел этот бой, наверняка показалось бы, что это сценка из фильма про супергероев, где человек-зефир должен сожрать защитника земли без кетчупа и хрена. Между прочим, вес Батербина 170 килограмм против 85-ти Миновы. Но мало того, этот мужик не случайно попал в ринг в поисках Макдональдса, а он обладает реально жестким нокаутирующим ударом, что он уже доказал в боксерских боях. Но у нас правила ММА, и чем это все обернется, сейчас посмотрим. Несмотря на то, что Эрик изначально в партере был сверху, Миново, как муравей на жирной гусенице, начал кружить в партере вокруг Эша, пока не вышел на болевой локтя, заставив огромного боксера сдаться. Когда мужской монастырь стоит напротив женского, всегда будут разговоры, даже если там ничего и не происходит. А когда смелый малый выходит против здоровенного противника, он уже будет в почете, даже если проиграет. 2 апреля 2006 года. Япония. Турнир Прайд Бушидо 10. Соперник гигант Сильва. На фоне этого Тарзана из бразильских джунглей, мелкий японец казался букашкой, которую Сильва мог случайно раздавить, неудачно спотыкнувшись. Гигант был выше на 40 сантиметров, а тяжелее на 90 килограмм. А это просто сказочный разрыв в антропометрии. Конечно, Миново понимал, что в стойке ему ловить нечего, ведь стремянку он забыл у соседа возле яблони, а по-другому достать до головы Сильвы шансов нет. Поэтому он сделал то, что умеет лучше всего. Перевел в партер, в котором, кстати, Сильва ничего не понимал, за что и поплатился, беспомощно постучав по канвасу после парочки хороших коленей в голову. Невозможно понять три вещи, откуда берется пыль, куда деваются деньги и как можно драться против соперника, который в три раза больше, чем ты. 31 декабря 2007 года. Япония. Турнир K1 Premium. Соперник Зулу Зинью. На этот раз Миново решил побить всевозможные рекорды и согласился встретиться с настоящим мутантом, которого можно было бы ставить боссом в любой игре про монстров. Ведь Зулу Зинью имел 201 сантиметр роста и 180 килограмм веса. Ему достаточно было просто разок упасть на малыша сверху, чтобы тот увидел весь свой завтрак. Но мало того, Зулу Зинью был не так прост и обладал пурпурным поясом по джиу-джитсу, а это усложняло обычный план на бой японца. Тактика Миновы стала очевидна с самого начала. Он постоянно бегал по рингу и пробивал одиночные лоу-кики. Ну а Зулу все время хотел его словить на удар или перевести в партер. Что в итоге у него и получилось. Но японец оказался небеспомощным младенцем и тоже кое-что показал. Второй раунд. Японец решил начать по такой же схеме. Но она очень не нравилась бразильцу, ведь у него явно не хватит кислорода для марафона. Поэтому, включив вторую передачу на своем тракторе, Зулу Зинью подрезает мопед Миновый и переводит в партер, где давит и бьет, что есть мощи. Зулу Зинью подрезает мебель и фермер. Это сложноρέ Chelsea, не продается courage. Чтобы не доверきます, Зулу цик' עלежит. Что в условии сделать, чего нет, когда диanner хонятно идет на вертик алкоголь, Но нужно отдать должное японцу, он продержался до конца раунда. Финальный раунд прошел по такому же сценарию. Миново хотел отбегать, а Зулузиньо хотел перевести в партер и раздавить. Что в общем-то у него и получилось. Навряд ли кто-то мог бы подумать, что такая туша сможет 3 раунда добивать соперника в партере. Но бразилец смог. Хоть Миново и не сдавался, но его угол решил не доводить дело до греха и выбросил полотенце, отдав победу грозовой тучке. Субтитры сделал DimaTorzok Мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пико! Защита! Нога же, дядя, просто переваживайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...